Как он поступил в школу-студию МХАТ, он понял, что ему нужно заниматься, и он стал качаться, и он очень сильным стал. Во-первых, он фигуру себе сделал, такой бицепс, торс такой, он угол держал, он крокодильчика делал, что очень сложно, я этого не мог. «Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми, если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами». С тем же упорством студент Высоцкий осваивал игру на гитаре. Его первая жена Иза отнеслась к новому увлечению мужа с досадой и иронией. И это была мука, я вам доложу, потому что Высоцкий очень упорный человек, если он хочет добиться, и вот первое, что он учил на гитаре, это ехал цыган по селу верхом. И это вот ай-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ было бесконечным. Ехал цыган на коне верхом, видит девушка, идет с ведром. Посмотрел в ведре-то, нет воды, видно мне не миновать беды. Ай-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ, ай-нэ-нэ-нэ, видно мне не миновать беды. А потом, когда он стал овладевать и пел еще не свои песни, то это тоже было опытошное, потому что вы приходите в какую-то компанию, да, куда-то, все люди как люди, а он поет. Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни не потерял. Кто в Большом Каретном не бывал, еще бы. Главные посиделки с гитарой проходили здесь. В этой квартире друга Высоцкого, Ливона Кочаряна, в Большом Каретном переулке, дом 15. Да, песня, которая сделала нашу улицу знаменитой на весь мир. Как не скажешь, где живете? Какой ваш адрес? Где бы ты ни заполнял какую-нибудь там, не знаю, сквитанцию? Это там! Ну, все сразу, ну, прям. Мы покупали бутылку водку человек на 10. Закуска там, ну, икра, баклажаны, это роскошь была. Мариновная морковка в стеклянных банках была такая, тоже хорошая закуска. Вот. Но эта ночь сиделась и разговаривалась. Я помню атмосферу, которая была у нас тогда. Атмосфера доверия, раскованности, непринужденности, свободы. И самое главное, атмосфера дружественная. И я абсолютно был убежден, что их волнуют те же вопросы и беспокоят так же, как меня искребут по душе и по нервам те же самые проблемы, что и меня. Работали, творили, сочиняли. Общежитие абсолютное, потому что жили, спали, ели все здесь. Все, что кто приносил. Ну, это та самая гитара. Она знаменита тем, что на ней играли многие, и Владимир Семенович в том числе. И на ней есть росписи. Вот это роспись Высоцкого. Он вообще любил очень делать театр из жизни. Одна из любимых его сценок, Роза, он подходил к столбу и начинал с ним разговаривать, с столбом, с человеком, спорить, доказывать. Все думают, ну, мало ли. А мы стояли в сторонке, смотрели. Собиралась большая толпа, а он чуть ли не дрался с этим столбом. Все говорят. Потом говорят, ну ладно, ребят, все, пошли. И вся публика понимала, что их разыграли. Его первые стихи – блатная дворовая лирика. «Рыжая шалава», там была одна песня. «Если ты и дальше будешь свой берет носить, я тебя не трону, но в душе зарою, и прикажу залить цементом, чтобы не разрыть». «Рыжая шалава», от тебя не скрою, «Если ты и дальше будешь свой берет носить, я тебя не трону, а в душе зарою, и прикажу залить цементом, чтобы не разрыть». «А настанет лето, ты еще вернешься, ну, а я себе такую бабу отхвачу, что тогда ты истерец, отца, если загнешься, скажешь мне «прости», а я плевать не захочу. Анатолий Лосева Продолжение следует...